здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались наш канал обязательно подпишитесь в этом видео мы поговорим про радужного краба про краба который является одним из самых красивых крабов которых можно завести дома более того радужный краб достаточно крупный в неволе достигает аж 8 сантиметров в живой природе до 15 сантиметров и имеет относительно игривый нрав впечатляющий окрас не оставляет равнодушным никого кто их видел в живую отмечу тот факт что живут эти крабы достаточно долго до 10 лет ну это все конечно же при правильном уходе и содержание к тому же содержание радужные крабы достаточно просты и даже если вы впервые хотите завести краба вероятнее всего у вас все удачно получится если вы обустроите уголок так как я вам сейчас расскажу первое что вам необходимо так это аквариум как минимум на 50 литров конечно а крабики могут выжить в аквариумах меньшего объема но мы сейчас говорим не о выживании а полноценной жизни так некоторые любители умудряются держать пару крупных радужных крабов в 10 литровых аквариумов чего делать в принципе не советую визуально разделите дно аквариума на три равные части одна из этих частей будет сушей как правило это та часть которая ближе к боковой стенке аквариума неважно с какой стороны вторая это наклон спуск в воду и третья часть это глубина как правило глубина должна достигать примерно 15 сантиметров воды на максимальной глубине более чем достаточно будет 15 сантиметров начнем с первой части это суша она должна быть минимум один сантиметр от воды выступом и как уже было сказано ранее служа должна занимать одну треть аквариума не стоит даже и думать сделать насыпь из грунта радужные крабы любят рыть норы перекладывать камни с места на место вся насыпь будет просто-напросто перерыта по-настоящему хорошей суши будет большого размера камень красивые коряги и искусственные островки но в любом случае камешки до 5 миллиметров обязательно должны лежать на дне обязательно должны лежать на дне ведь радужный краб любит с ними играться перекладывать как я уже говорил и так далее спуск не должен быть из стекла или гладкого пластика в этом случае краб не сможет выбраться на сушу в крайнем случае разместите на подобного рода спуск сетку многие используют крупные 35 миллиметров грунт для насыпи и коряги и ветки деревья соответственно предварительно обработаны в спуске можно сделать нору в которой крабик будет прятаться в случае различной опасности также непонятной для него ситуации желательно для этого использовать любой плотный цилиндр как правило используют керамику возможно сделать из небольших размеров цветочного горшка при этом учтите если у вас два краба то и норы должно быть как минимум две в противном случае в аквариуме будут происходить постоянные стычки вообще чем больше укрытий дастся сделать тем лучше будет вообще прекрасно если во всех трех зонах будет укрытие глубина соответственно на дне должно быть небольшой слой грунта возможно в глубинную зону подсадить живую рыбу если конечно позволяет место как правило используют дешевую рыбку типа гупи или неонов такую рыбку сложно поймать крабу но даже если и поймает не ударит по вашему карману к тому же эта рыбка будет особо вкусным лакомством для крабика можно посадить на глубине даже растения крабики это оценят более того растения будут убирать нитриты из воды и нитраты но опять же не рекомендую использовать дорогие и ценные аквариумные растения в силу того что радужный краб роет норы и вероятность того что растение будет не тронуты 50 процентов существует и плавающие растения такой вариант будет самым приемлемым самым привлекательным конечно описанный мной обустройство аквариума является лишь одним вариантом из множества что касается воды она должна быть отстоявшийся показатель ph в пределах 7 7,5 а жесткость не менее 10 крабы прекрасно живут в пресной воде но воду можно делать и слоноватой лучше всего подсаливать воду во время линьки а приближение очередной линьки влияет температура температурный режим характер питания продолжительность и интенсивность освещения как правило линька происходит раз два три месяца линька это естественный процесс краб растет и его размеры становятся больше и больше как только хитиновый панцирь становится десноватым крабик его обновляет учитывайте что линька происходит всегда в воде еще из-за них таких часто встречающихся вариантов это когда вы ставите небольшое корыто либо небольшой бассейн делаете с помощью с подручных средств в аквариуме а остальную часть засыпайте грунтом таким образом у вас получается небольшой водоем в который может погрузиться крабик на этом видео подошло к концу я очень надеюсь то что это видео вам понравилось я очень надеюсь то что вам понравился наш крабик поэтому я вам говорю всего доброго до свидания и ставьте пальцы вверх обязательно подпишитесь на наш канал а